Более чем у 40% людей есть дефицит магния. Сейчас вы узнаете, что дефицит магния может создать огромные проблемы со здоровьем. Магний сильно влияет на работу сердца, и его дефицит может привести к гипертонии. Магний тесно связан с расслаблением сосудов, мышц, гладких мышц. При дефиците магния становится немного больше кальция, из-за чего сосуды становятся жёсткими и возникает склонность к гипертонии. Ещё одна распространённая проблема с сердцем — аритмия. Водитель сердечного ритма связан с нервами, но соединён с мышцей. У нас четыре водителя ритма. Это такие клеточки, которые вызывают ритмичные сокращения сердца. И водитель сердечного ритма зависит в основном от электролита магния. А поскольку магний нужен для нервов и мышц, без него возможна титания или подёргивание, а также любое ненормальное расслабление или сокращение какой-либо мышцы. Поэтому главная причина судорог в ногах, в ступнях — это дефицит магния. Но магний нужен не только для мышц и нервов. Он используется более чем в 350 ферментных или биохимических путях. Часть их нужна для выработки энергии. Вот почему главный признак дефицита магния — утомление. Ведь без магния мы не можем вырабатывать энергию. Кроме того, магний влияет на инсулин. При дефиците магния сильно повышается риск развития диабета и инсулинорезистентности. При инсулинорезистентности, при диабете и диабете, необходимо получать достаточно магния, чтобы это исправить. Магний влияет даже на наше настроение. У тех, кто в депрессии, почти всегда есть дефицит магния. Ещё один хороший биомаркер или признак нехватки магния — это сериактивный белок. Это биомаркер воспаления. И без магния очень и очень трудно избавиться от воспаления. Так что есть тесная связь между магнием и иммунной системой. Рекомендуемая суточная норма потребления магния составляет от 300, где-то до 750 миллиграмм. Если есть какое-то хроническое дегенеративное заболевание, проблема с сердцем, диабет или гипертония, то потребность в магнии сильно возрастает. Так что если принимать малые дозы магния, устранить эту проблему будет трудно. Я думаю, что дефицит магния возникает из-за двух факторов. Первый — мы теряем много магния, подвергая пищу технологической обработке, рафинируя её. А многие постоянно едят рафинированную пищу, особенно дети. Пищи детей мало магния. Так что хоть мы и переедаем, нам, несомненно, не хватает нутриентов. Ещё одна большая проблема с дефицитом магния — это выявление дефицита магния, проведение анализа на дефицит магния. Если измерять содержание магния в крови, это никогда не позволит выявить его дефицит. Примерно 99% всего нашего магния находится внутри клеток, а не в крови. Лишь 1% всего нашего магния находится в крови. Поэтому необходимо понимать, с какой пищей мы получаем магний и что лишает нас магния. Давайте посмотрим на хлорофилл. Это зелёное вещество в растениях. А в центре молекулы хлорофилла — магний. По химическому строению хлорофилл очень похож на демоглобин нашей крови. Есть лишь одно отличие. В нашей крови содержится железо, а в хлорофилле — магний. И поскольку средний человек, особенно в США, съедает лишь один стакан овощей в день, вы видите, в чём проблема. И это взрослые. Но я почти не встречал детей, которые ели бы овощи. Надо следить за тем, чтобы в пище было достаточно магния. А второй фактор — это продукты, которые лишают нас магния. На первом месте здесь сахар, а на втором — остальные пустые углеводы. Чем больше вы едите сахара и других пустых углеводов, тем больше вам нужно магния, чтобы метаболизировать эти калории, справиться с ними. При диарее человек теряет много магния. Люди, которые принимают диуретики, теряют магний. Из-за приёма антибиотиков можно терять магний. Употребляя алкоголь, люди теряют магний. И даже с возрастом у нас уменьшаются запасы магния в определённых тканях. Также есть очень важная связь между нашей способностью усваивать витамин D и уровнем магния. Кроме того, без магния нам трудно усваивать витамины группы В. Магний нужен для некоторых соединений, транспортирующих вещества в теле. Так что одна из возможных причин дефицита витаминов группы В или витамина D — это нехватка магния в рационе. Кроме того, магний помогает не допускать повышения уровня гормона стресса — кортизола. Поэтому магний важен для сна. Ведь если из-за дефицита магния у вас мышечные судороги, стресс, то вы плохо спите ночью. В идеале магний надо получать из пищи. Для этого надо есть много тёмной листовой зелени. Если хотите принимать БАДы с магнием, я рекомендую следующие виды магния. Они намного биодоступнее, чем другие. Это цитрат магния, лактат магния, глицинат магния, аспартат магния и даже глюканат магния. Думаю, теперь вы больше знаете о магнии. Но если вы хотите разобраться в теме дефицитов других необходимых для тела веществ, приходите на мой курс «Дефициты нутриентов». Проблемы со здоровьем начинаются, когда не хватает важных витаминов и минералов. Дефициты могут проявляться по-разному. От хронической усталости до болей в мышцах. От проблем со зрением до снижения иммунитета. Как это безопасно исправить? Помогут ли аптечные витамины? Какие добавки принимать? Как и когда? В курсе «Дефициты нутриентов» доктор Берг расскажет о нехватке витаминов, как они влияют на здоровье и как их восполнить. Более 100 уроков, конспекты и списки. Всё, что нужно, чтобы вы точно разобрались в этой теме. Записывайтесь на курс по ссылке внизу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...